Распределение. Обязаловка или путёвка в жизнь? И как выпускнику найти своё место под солнцем? Время для открытого разговора на СТВ. Меня зовут Илона Волынец. Здравствуйте! Первая работа, как первая любовь, запоминается на всю жизнь. Хорошо, если всё всерьёз и надолго. А что, если это крах всех юношеских надежд? Свой первый в жизни рабочий день, пожалуй, помнит каждый из нас. Вот и минчанка Дарья Яве то утро волновалась как никогда. Девушка так боялась опоздать, что на проходной завода появилась самой первой. Новый коллектив. Очень люблю общаться с людьми, поэтому хотелось побыстрее на работу попасть. Всё, чему учили пять лет в ВУЗе, наконец пришло время применить на практике. Начинающий инженер Дарья полна энтузиазма. Но вскоре юношеские ожидания и мечты разбились от трудовые будни. Больная моя тема – это, наверное, зарплата, потому что я считаю, что я взрослый человек, закончила университет, и родители меня содержать не должны. Ну, зарплата, мало того, что она очень маленькая была, ну, это ладно, как бы, ещё мелочи. Но её вовремя не платили. На все 13 месяцев зарплату я вовремя не получила ни разу. Говорят, память и мозг лучше работают в холоде. Но вряд ли автор этой теории имел в виду это. С утоплением у нас были проблемы. То есть, там могли два дня топить, два дня потом не топить. Температура была очень небольшая в кабинете, сидели там в куртках рабочих. Своё первое рабочее место Дарья представляла, очевидно, по-другому. И спустя несколько месяцев работы уже мечтала скорее уволиться. Перераспределить молодого специалиста помогли правовые инспекторы. Опыт девушка, конечно, получила и пусть не совсем тот, на который рассчитывала. Зато поняла, чтобы устроиться на хорошую работу, одного желания недостаточно. Если очень побегать, то что-то можно было найти. Но, видимо, не особо было желание. Если бы знала, то точно бегала бы, искала бы. Не нужно полагаться на универ там или на кого-то. Нужно полагаться только на себя. А поговорим мы о нюансах распределения. И сегодня наши эксперты. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Колеснёва. И правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности Белпрофмаш Иван Цыпко. Героиня нашего сюжета вместо того, чтобы радоваться своему первому рабочему месту, всеми силами пыталась уволиться. Так вот, почему так происходит? Может быть, изначально не стоило отправлять выпускника в такие условия труда? Вы знаете, любое предприятие, которое приглашает молодого специалиста, оно заинтересовано для того, чтобы по максимуму предоставить ему все возможные условия для того, чтобы этот специалист остался и воспитать своего работника, который бы трудился и работал на предприятии. Экономическая ситуация такова, что не все предприятия эффективно работают, не все организации могут предоставить даже какие-то минимальные гарантии, предусмотренные законодательством. И возникают такие ситуации, когда работники нуждаются в помощи, нуждаются в защите. Елена Петровна, на ваш взгляд, может быть, и выпускники, вместо того, чтобы искать себе в последний курс обучения работу, они надеются на какую-то манну небесную от вуза, от государства, что им на блюдечке преподнесут их идеальную работу? Ну, вы знаете, наверное, всех ставить в одну линию нельзя. Здесь три стороны участвуют. Учреждение образования участвует сам выпускник и заказчик кадров. И вот эти три стороны должны быть заинтересованы в этом процессе. У нас сегодня, к сожалению, значительная часть ответственности переложена на учреждение образования. Именно они отвечают за распределение, за перераспределение этих выпускников. Амбиции у молодых людей, естественно, у всех разные. А что, если, предположим, молодой специалист пришел на предприятие по распределению, а его не устраивает, к примеру, заработная оплата? Вот насколько сложно перераспределиться? Есть понятие перевод. Сам выпускник должен быть согласен на эту процедуру, наниматель нынешний, который сегодня, у которого работает выпускник, и новый наниматель, который готов его принять. Там есть исключения по выпускникам по профилю здравоохранения и сельское хозяйство, там надо еще согласовывать с соответствующими управлениями. Ну, а так это соглашение действует. А другие надо иметь основания. Не просто хочу или не хочу, нравится или не нравится. А я напомню, что вопросы нашим экспертам можете задавать и вы. И предлагаю посмотреть один из видео вопросов, которые прислали в редакцию нашей программы. По распределению отправили в другой город. Приходится снимать квартиру. Обязан ли наниматель, некому молодому специалисту, компенсировать затраты на наш жилья? Я могу ответить на этот вопрос. Может, но не обязан. Так написано в положении о распределении. Если предусмотрено коллективным договором или каким-то другим локальным нормативным актом внутри организации, то возмещение идет при условии, что заключен договор о найме жилья. В дополнение я могу сказать, что коллективными договорами организации предусматриваются льготы, гарантии для молодых специалистов в части найма жилья. Молодым специалистам могут производиться доплаты в определенных суммах для найма. Также в организациях есть жилье, общежитие, которое предоставляется изначально для молодых специалистов, и молодые специалисты могут там размещаться. В контрактах работников могут также включаться именно вот эти вот нормы, где организация берет на себя оплату, съем, найм жилого помещения, в котором будет размещаться молодой специалист. Поэтому тут надо подходить, смотреть конкретную ситуацию, и надо отметить, что если наниматель не смог создать этих условий, я думаю, что это можно рассматривать как одно из оснований для перераспределения молодого специалиста. Как раз мы заговорили про компенсации, я бы тоже обратила внимание на такую вроде бы мелочь, но оказывается по трудовому кодексу выпускникам, которым место работы предоставляется в другом городе, то им возмещается стоимость проезда и расходы по переезду. Выходит, что если, к примеру, выпускник учился в Минске, его распределили, положим, в Брест, значит, он имеет право компенсировать затраты, связанные с переездом? Ну, здесь, наверное, начинать надо с того, где он жил постоянно. Время учебы – это является временное проживание в этой местности. Поэтому если он жил в Бресте и вернулся после учебы в Брест, оплачивать дорогу домой никто не будет. Если же он действительно учился в какой-то другой, проживал в другой местности, потом учился в Минске и поехал по распределению в Брест, то да, будет компенсация. А куда нужно обратиться, чтобы получить эту работу? Наниматель – это статья Трудового кодекса, и все обязательства принимает на себя наниматель в связи с переездом. Это не в тот же день или не в тот же месяц, то есть это в течение какого-то периода, и работник должен обратиться к нанимателю для того, чтобы он компенсировал вот эти вот расходы по переезду. Если выпускник нашел себе достойную работу сам и не хочет идти по распределению, то он может компенсировать затраты, потраченные государством на его обучение. Скажите, а насколько это распространено? То есть как часто выпускники отказываются от распределения? Ну, я могу сказать, по учреждениям высшего образования, которые находятся в подчинении Министерства сельского хозяйства и продовольствия, это почти не распространено. Если на примере среднего специального профессионально-технического обучения, это порядка 0,3-0,4% от всех выпускников. Это очень немного. Во-первых, это достаточно весомая сумма, которую должен возместить выпускник с одной стороны, а с другой стороны сегодня все-таки за работу держится. Еще один вопрос от нашего телезрителя. В этом году оканчиваю вуз по целевому направлению, но нашла более перспективное место работы. Могу ли я отказаться от целевого распределения? Сегодня, к сожалению, мы целевое распределение или подготовку специалистов на основе целевого договора рассматриваем только в качестве, как обязательное потом распределение 5 лет. Но почему мы не учитываем те льготы, которые имеет абитуриент, который заключает целевой договор? Ведь та же девушка, когда поступала, она явно шла по отдельному конкурсу целевого набора и, может быть, даже имела меньшие проходные баллы по сравнению с общим конкурсом, который складывался. Очень многие организации, которые заключают целевой договор, они еще и доплачивают своим студентам стипендиям одну, две, три базовых величины, иногда и больше. А когда встает уже вопрос о распределении, мы тогда уже ищем какие-то варианты. Поэтому целевой договор заключен, все нормативные сроки там прописаны, и она обязана его выполнить. Первое рабочее место по распределению пускай не всегда идеальное, но, тем не менее, оно есть. И это как гарантия молодому человеку, что он не останется на улице с дипломом на руках. Но какой международный опыт и как молодых специалистов поддерживают в других странах, я предлагаю посмотреть в нашем следующем международном обзоре. В Китае государство распределяет на первые рабочие места не всех выпускников, а только педагогов, тех, кто будет трудиться в тяжелых условиях или переехал из отдаленных регионов. Во Франции нанимателю, который взял на работу молодого специалиста из госбюджета, выплачивает материальную помощь на протяжении пяти лет. А в Кыргызстане за каждого устроенного молодого работника наниматель получает лишь единовременную выплату из бюджета. В Польше и Молдове за первый год работы молодому специалисту платят не его наниматель, а государство. А вот в Норвегии действует по принципу «помоги себе сам». Студентов последних курсов по конкурсу отбирает в учебную фирму. Она оказывает бесплатные услуги действующим организациям. Таким образом работодатель может присмотреться к стажеру и, если сочтет его перспективным, взять в свою команду. Судя по международному опыту, молодых специалистов особо-то и нигде и не заботятся. Пробивай дорогу себе сам. Может быть, и Беларуси тоже стоит пойти по такому же пути? – Я считаю, что нет. И могу объяснить, почему. Потому что сегодня в корне изменилась ситуация. Если еще 4-5 лет, может быть, и больше, конечно, у нас всегда распределение ассоциировалось с этим не совсем правильным термином, который звучит «обязательный срок отработки». Срок обязательной работы, который предусмотрен, если говорить правильно. Почему это происходит? Потому что тогда было больше вакансий, больше места. Сегодня мы говорим немножко о другом. Вы видите объявление. Что о объявлениях пишут? Не менее трех лет стаж работы. То есть везде хотят, конечно, брать более опытных и более квалифицированных. Поэтому я считаю, что именно вот это распределение и дает гарантии нашим молодым выпускникам. Надо тут посмотреть с другой стороны. Государство взяло на себя обязательство предоставления первого рабочего места. Это закреплено и трудовым кодексом, это и кодексом об образовании определено. Если бы это отменить, молодые люди бы настраивались по-другому. То есть они бы рассчитывали на свои силы при выборе, куда идти учиться. Но если такая ситуация, государство, скажем так, смотрит, гарантирует. И не надо перекладывать тоже ответственность за вот это первое рабочее место на молодых людей. Полгода остается до конца учебного года, до распределения выпускников. Что бы вы порекомендовали молодым людям? Последние месяцы и тут сильно повлиять на что-то уже нельзя. Но осталось только, в общем-то, определиться для себя. Я хочу работать или я, ну, скажем так, если я не хочу работать по распределению, но собирать, скажем так, просить у родителей, если сами молодые люди некоторые могут позволить, то копить, что просчитаться с учреждением образования. Сегодня мы понимаем, какая ситуация складывается на рынке труда. Надо и самому немножко пошевелиться и поискать. Резюме хорошее подготовить. Ну и ничего не бояться. Спасибо большое вам за этот открытый разговор. А я напомню, что у нас в гостях были депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Колеснева и правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отрасли промышленности Белпрофмаш Иван Цыпко. Присоединяйтесь и вы к нашему открытому разговору. Присылайте свои видео-вопросы, звоните по телефону горячей линии СТВ. И, возможно, именно вы станете героем нашей следующей программы. Рабочие моменты бывают разные. И как найти тот самый компромисс? Может, о проблемах? Говорить открыто? До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин